День Игла, который мы сегодня с вами пройдем, это Парашат Пинхас. До того, как мы зайдем в самой глубине Парашей, я бы хотел задать маленький вопрос, который, мне кажется, каждому из нас пришлось задавать себе или пришлось задавать другим. И мне часто, на самом деле, пришлось задавать этот вопрос себе тоже и студентам, и взрослым. В мире мы находим определенные вещи, которые человечество идет в какое-то направление, и государства, и страны, и определенные культуры, разрушают определенных вещей, и становятся для них определенные нормы, стандарты, моральные вещей нормальными, и они разрушают определенных вещей. И через какое-то время мы настолько привыкаем к этим вещам, то что нам кажется, да, это есть, в принципе, норма. И часто я задаюсь, как бы, с вопросом себе и тоже другим, задаю себе вопрос 10, 15, 20 лет тому назад, если бы нам кто-то сказал бы то, что вот эти правы, вот эти нормы, которые в сегодняшний день разные страны разрешают, то, что у нас есть уже средний пол, который можно, в принципе, уже даже в паспортах написать в некоторых странах, то, что разрешается, и, в принципе, не стыдно делать определенных вещей, которые моральных определенных вещей, мы говорим, не определенных законов Тора или что такое, просто моральных каких-то вещей. Мы бы 15-20 лет тому назад, если задавать себе, мы бы, если бы кто-то сказал бы там, эти вещи нормальные, нормальные, что тебе казалось бы, как нормальному здравомыслящему человеку эти нормы, эти стандарты нормально, вести по отношению к себе, чтобы эти вещи были стандартные, как бы, нормальные, как бы, в стране, в какой-то культурах. Я постоянно получаю тоже с вами ответ от людей, то это молодые ребята, то это взрослые ребята, которые уже семьи и взрослые, ну, со всех абсолютно сторон один тоже с вами ответ. Нет? То есть, если лет тому назад, если бы нам кто-то сказал, что эти определенные нормы, эти определенные стандарты, они не будут, или что тебе кажется насчет этого, что ты думаешь об этом, то бы каждый из нас, на самом деле, сказали бы то, что, нет, эти стандарты, это ужасно, это не хотел бы, я сам себе не хотел бы, и в этих странах, не дай бог, чтобы было бы такое. Да, да, в самом принципе, эти моральные вещи не были бы, как бы, премиум. Но почему-то, через какое-то время, когда это странно, в обществах, или мы все мысли о себе это принимаем, то через какое-то время мы охлаждаемся от этого, и мы говорим, да, беседер, так и так есть, это, грубо говоря, норма. Мы хотели бы сегодня, с вашей помощью, может быть, это в конце, зададим к этому ответ, почему это так? Почему это так? Мы зададим сейчас вопрос, почему эти вещи происходят в мире, это уже другой вопрос, но сам себе, каждому из нас, в нашем, как бы, жизни, государства, почему эти вещи, в принципе, происходят, в чем был бы корень, как бы, всего этого? Ответ, на самом деле, ко всему этому, к этому вопросу, на самом деле, это Парашат Балак и Парашат Пинхас. Это тема, которую мы из Божьей помощи хотим сегодня с вами разобраться. Начинает Парашат Пинхас с особенного благословения, которое получает Пинхас, который являлся сыном Элазара, Элазар, который являлся сыном Ахарона Коэна. Значит, внук Ахарона Коэна, брат Маши Робейну, получает невероятно большое особенное благословение. Он получает Брит Шалом, он получает союз мира, мирный союз с Творцом. То, что он будет Коэном, и его конство никогда не прекратится. И, как уже наши мудрецы говорят неоднократно, Пинхас, он и есть Эльяуанави, тот Пинхас, который говорится в Торе, потом, то это значит, что Пинхас жил чрезмерно долго, до того момента, как уже мы знаем Эльяуанави. Эльяуанави жил, как бы после этого времени, это было, когда евреи зашли уже в Израиль, это уже во время Шофтим, когда были, до того, как началось время королевств и так далее, это во время пророков и так далее, это большое, долгое-долгое время. Во время, до того, как было построено храм от Шалома Мелеха, это большой период времени. Если говорят, что это реинкарнация его, или он действительно сдержал очень долго, но как бы оно ни было, Пинхас получает невероятно большой союз, то, что он, у него есть союз, мирный союз с Творцом. И это благодаря одной великой вещи, которую делал Пинхас. И мы хотим сегодня с вашей помощью зайти в эту историю, почему, благодаря чего Пинхас удостоился вот это особенное благословление, и в чем был, в принципе, особенность в том, что Пинхас должен был получить благословление. В принципе, он внук Ахарона, и казалось бы, да, он тоже коэн, такой же, как и все, почему не должно, почему должен быть особенность, потому что Творец говорит ему, о, я тебе даю коэнство, у тебя будет особенность, то, что у тебя будет коэнство, и вдруг все его предки, его отец, его дедушка, они коэн, и коэнство передается через отца. И почему он не являлся коэн, то, что Творец здесь, он должен был особенное делать союз, делать именно с ним. В чем именно вся идея. Возвращаемся чуть-чуть назад, в Парашат Балак, в конце Парашат Балак, как мы знаем, мы же в прошлом уроке зашли в эту тему, как Балак и Бил Ам хотели проклинать еврейский народ, и как Творец за большой милость перевернул все проклятия, не все, но частично, как бы проклятия, на благословление. И после того, как Бил Ам понял то, что еврейскому народу никак невозможно его проклинать, нет никакой возможности, чтобы проклинать его, то, как он уходит, рассказывает наши мудрецы, дает Балаку совет. Совет. Да, в действительности, никак невозможно проклинать этот народ, потому что Творец еврейского народа, он не гневится в этих днях, и вся сила была в том, то, что делать гнев, пробуждать именно гнев Творца, именно в этот момент, когда есть ярость Творца в этом мире, и Творец не гневился в этом мире, в это время, когда он хотел проклинать. Но я тебе даю совет. Если хочешь в действительности уничтожать этот народ, знай, то, что Творец, Бог этого народа, он ненавидит разврат. ненавидит разврат. И делаю определенную вещь, которая может привести к этому народу, как бы, к разврату, и в каждом итоге мы сейчас увидим, это именно тоже был цель, для благородства. И мудрецы говорят, что после того, как было наводнение, после Мабуль, как был большой потоп, во время Ноха, и люди поняли то, что, из-за чего это все было, из-за того, что был разврат в мире, то, что было отношение уже мужчина с мужчиной, женщина с женщинами, полно абсолютно, и с животными, и ужасно именно до такого уровня, как бы, дошел этот мир. И до такого момента, как мы знаем, то, что Творец после этого дал знак, то, что я не буду уничтожать этот мир, и будет знак этого, что это будет радуга, да, и в каждый момент, когда будет радуга в этом мире, это плохой знак, то, что в принципе, мир должен был бы сейчас наказан быть так, как во время Мабуль, во время потопа, но Творец смотрит на свой союз. И очень интересно, как сегодняшний день берется этот же союз, который Творец делал со всем человечеством, потому что Творец не будет уничтожать этот мир. Это знак радуги берется людьми напротив именно этой вещи. Именно тот связь, который Творец делает, уже я вас уничтожу, сегодня берется именно этот же вещь, как флага, знака вот этой вещи, которая называется связь между мужчиной, мужчиной и мужчиной с женщиной. Очень невероятная вещь, которую можно и так, как бы, посмотреть. Ну что, после этого времени, дорогие друзья, говорят наши мудрецы, человечество, они ограничивали себя в разврате. Они ограничивали себя в разврате. Не было такого, то, что, так как, как бы, прицу, такой разврат, такое понятие не было в мире. Но кто был тот первый человек, который, грубо говоря, прорвал, то, что называется, ограничение, все то, что люди ограничивали себя, это был Балак. Балак, именно тот, был тот человек, который прорвал, именно, первый раз, и от этого дальше пошло, и пошло, и пошло до такого момента, как мы сегодняшний день, как выгодим. Да? Но он был именно после потопа, он был первым человеком, который делал вот это дело. И наши мудрецы уже рассказывают в Митреше, то, что благодаря того, то, что один из четырех вещей, благодаря чему еврейский народ вышел из Египта, это святость еврейских жен, женщин, святых еврейских женщин, то, что была одна и единственная женщина, которой, у нее была какой-то, там, проблема с целью, там, с скромностью, и было отношение, с кем-то, и Шеломит Бат-Тиври, и тоже это раскрыл. Кроме этого, все женщины были чрезмерно чистые, именно в этих отношениях, семейная чистота была у них у всех. И, благодаря этому, говоря нашим мудрецы, мы вышли из Египта, весь выход из Египта. И, как мы знаем, как они выходят, и так далее, и все это время, еврейский народ никогда не ошибался в этом деле, до того какого момента, как мы сейчас увидим, это были в детали, в Парашат Балак. Теперь, Билам дает, Билам дает этот совет, то, что делает Эдвич Балак. И, в действительности, начинается ужасный момент для еврейского народа. Еврейский народ находится перед местом, которое называется Пеор, Пеор. И это место был, или, Турак называет, Щитим, они находились перед местом, которое называется Щитим. И, мудрецы, сразу же, в этот же момент, замечают, то, что, что это за место Щитим. Щитим, просто так, Щитим, это очень странно, странно, такое слово, Щитим. Говорят наши мудрецы, то, что, в действительности, еврейский народ начал именно грешить, потому, что в них зашел вот этот, так называемый, Штут, такой, Дурас, то, что называется, мудрецы выражаются, человек не грешит в этом мире, до того, как не зайдет у него, как бы, плохой дух, или Руаха Штут, или плохой, как бы, дух, тоже называется, Руаха Штут, потому, что человек, сам по себе, по его натуре, в принципе, он хочет делать доброту. Его натура принадлежит дело с доброту. Мудрецы говорят, мы хотим делать твое желание творец, но что? Маленький Ецарара мешает нас, Сеорша Бейса мешает нас, маленький вещь, который мешает нас, и не дает нам делать именно твое желание. Но еврей, по самой сути дела, должен знать, он хочет делать желание Творца. Что привез? Шитим, они находились именно в этом месте, Шитим, у них зашел, говорят, это Штут, и они делали, начали это делать. Теперь, до того, как мы зайдем, пару слов про вот интересную идею, которую мы можем взять отсюда, об этом месте Шитим, или то место, которое называлось Баал-Пеор, они находились в этом месте, где была эта Идолбоконская, сейчас мы скажем, что такое Баал-Пеор, находились мы в этом месте. Что это за место, и почему, что вызвал вот этот Штут? Митреш говорит нам, то, что еврейский народ, когда находились в этом месте, Шитим, то место, где они находились, это место сам вызвал плохое и дурное влияние над евреями. Говорят еще мудрецы, есть места, которые выращивают хороших людей, есть места, которые выращивают великанов, есть места, которые влияют над людьми, есть места, которые дают людям плохие влияния на разврат и на плохие вещи. Говорят мудрецы, наши мудрецы, что в этом месте проходила речь, река, который свой корень, который начинался, который брал свой корень, откуда? Говорят наши мудрецы, что его корень брал от сдома, дорогие друзья. От сдома. Он взял свой корень от сдома. Сдом, как мы знаем, что-то за место сдома и амора, которые превратились в чем? Все в как называется, в соль во время во время врамовину. С лотом это вся история. И потому, что это, а там была именно вот эта речка, откуда бы они это как бы выходило, да, и они находили земля в этом месте, это место сам появляло на них. Подумать, невероятно большой урок, который, если можно задуматься, настолько, любое место, где мы находимся, это не просто место. Имя, которое человека зовут, это просто, не просто так. Место, где человек находится, это тоже, не просто так. Ты видишь, как место просто влияет чрезмерно сильно над людьми. Теперь, еврейский народ находится в этом не совсем как бы хорошем месте. И мы находим то, что они находились тоже в месте, где потом, как мы видим, они делают как бы идол, который называется Баа-Пеор, и они делают именно Пеор. И Тора, на самом деле, в Парашат Вайтхана рассказывает нам то, что Моширабену дает многочисленные заповеди место, которое называется Пеор. Пар-Пеор. Вот так и написано, то, что вот эти слова Эля-Эдод-Ви-Ахуким, вот эти как бы заповеди, которые рассказывал Моше перед еврейским народом после выхода из Египта, Бе-Вера-Ярден, когда они пересекли Ярден, Бага-Эм-Мул Бейт-Пеор, Перед Бейт-Пеором. Ба-Рет-Сихо, Мелеха и Мори и так далее, продолжая там Тора, можете посмотреть в Вайтханан, 4-й, 5-й, 4-й, 45-й пасук. Сразу же на этом месте, дорогие друзья, мы задаемся себе открытым вопросом. С одной стороны, Митреш говорит нам то, что да, в действительности это место повлияло чрезмерно сильно над евреями. И мы находимся здесь, сейчас увидим, настолько ужасное место было, это Пеор, на это идол, вот этот идол плаконства, который они делают потом. И Моширабену привозит им и рассказывает, изучает они Тору там. Перед этим, перед очень плохим местом, перед Баал-Пеор. Почему? Почему нужно было Моширабену привезти еврейское нару там? И почему они вообще там находились? Что им нужно было там делать? Только это, дорогие друзья, заметим, в Парашат, Балак, один из мест, который, мы упомянули в прошлой неделе, то, что Балак, извините, да, Балак отвозит Бил-Ама в разных местах. В разных местах, иди, и смотри, в разных местах, иди смотри там, иди смотри там, где они будут ошибаться, где они будут делать разные грехи. Один из мест, где он привозит, это перед Баал-Пеор. Иди, говори, смотри на этот Баал-Пеор, и может быть, они будут делать в этом месте, что плохой грех, они будут делать что-то именно страшное. Он понимал, на столько именно страшном месте находится еврейский народ, что они могут, в принципе, ошибаться очень сильно в этом месте. Но Маш Рабуна привозит им там, и они изучают там Тору. Почему? Почему нужно было именно изучать там Тору, и в чем была ошибка, где они именно ошиблись? Нецив из Воложина, дорогие друзья, дает нам тут большой ключ, чтобы раскрыть нашу субью, нашу тему, которую мы сегодня с Божьей помощью хотим разобраться. А именно, Нецив Милложин говорит в своем книге Омега-Давар, то, что написано, почему Тора была дана в пустыне. Почему? В чем идея, то, что Творец дает еврейскому народу, это самый большой подарок, который есть еврейскому народу, Тора, дает нам, он в пустыне, иди, давай в хорошем месте, в Нью-Йорк, в то время, Сихон и Мор, хорошие места, в то время, когда великие именно стран, развитых странах, в красивом месте, в пустыне, на маленьком горе, нету ничего, в чем идея. Говорят наши мудрецы, чтобы никто не приходил потом и не сказал то, что о, знаешь что, Тора была дана в красивом городе, на красивом горе, с такими людьми, в определенном, как бы, красоте было, оно было дано. Это Тора, на самом деле, только для таких людей, которые участвовали там. Те люди, которые, вот, люди живут в этом городе, городские люди, или интеллигенция, или там, такие красивые люди, или это, и так далее, и так далее. Пришел Тора, и тебе говорит, мой дорогой еврей, Тора была дана в пустыне. Тора была дана в пустыне. В пустыне нету всех таких вещей. Это не Голливуд, это не город, это не... Это ничего, это пустыня, там ничего нету абсолютно. Чтобы ты знал, Тора предназначит каждому из нас. И нету, так называемый, отмазков сказать, что Тора была в этом определенном месте, это принадлежит определенным людям, умным людям только, или развитым людям, или интеллигентам только. Нет, Тора была дана для всех. Почему? Потому что тебе знак, от чего? То, что тот факт, что было дано в пустыне, в пустыне нету ничего, никаких определенных вещей, в пустыне нету ничего. Значит, все могут там прийти, и всем это одинаково. Тора бы надала нам всем одинаково. Говорит нам на циме воложьем, по этой же причине была дана Мушарабейну хотелось, чтобы мы изучали сильно Тору перед Баал-Пеор. Это место было чрезмерно непростым, чрезмерно сильным. Было действительно на все плохое влияние. Это было, мы сейчас увидим, большой именно разврат, большой именно, очень страшный Миндал-Плаконство. Ужасно, что мы поняли, до такого момента страшное место отовляться, дорогие друзья. Из-за греха, который мы сейчас увидим, который произошел там, Мушарабейну был похоронен перед тому месту, где еврейский народ делал потом грех Баал-Пеор. Мушарабейну с одной стороны, с другой стороны есть Баал-Пеор. Потому что тот момент, когда поднимается, говорят наши мудрецы, грех Баал-Пеора приходит и поднимается за слуга Мушарабейну. И это то, что защищает нас. Мы представляем, не перед Золотым Телецом в Никте, там Баал-Пеор, это настолько ужасно, просто если подумать, да, именно в этом месте, чтобы тебе показать, Тора можно изучать везде. Тора даже там. И если есть изучение Торы, говорит нам Нациб Миволожин, знает уже, ни одно влияние в этом мире ничего не может против тебя что-то делать. Ни один вещь, даже если плохие влияния, любой вещь, если есть изучение Торы, ни одно влияние не может быть. И это то, что он надел Самошарабейну, это было, в принципе, почему они привезли туда, чтобы показать, даже в этом месте мы можем там именно изучать, потому что хранит Тора нас даже от всех плохих влияний. Сегодняшний день, смотрите, люди, которые изучают Тору, люди изучают Тору, дорогие друзья, от всех плохих влияний, которые есть в мире, они живут как ковчега Нуаха, ковчега Нуаха, все эти влияния вообще не разговаривают им, это ковчег, Тора, это ковчег еврея. 15 минут изучения Торы, он больше заходит в этот ковчег, больше защищает его, больше защита у него, отключает себе шиур во время работы, он больше защищен от плохого влияния этого мира, от плохих влияний, от плохих слов, от плохих информаций, от всех негативов, которые есть в этом мире. И счастлив, счастлив люди, которые мамаш могут и в состоянии, сколько бы не было минут своего дня, уделить для изучения Тора, дорогие друзья. Посмотрим, где они находились, и еврейский народ был защищен, сейчас увидим, почему они не были этот, от всех именно плохих влияний, которые были. но что из-за расслабления в изучении Торы, говорили нам на цимовложием, произошло то, что мы сейчас увидим. Они расслабились в том, что у них было расслабление в изучении Торы, и это привез им, сейчас посмотрим в деталях, что там было, это то, что привез, у них не было больше защиты как бы изучения Торы, и на что они надеялись, то же изучение Моше и его учеников в защитах, и произошло именно то, что произошло. Может быть, дать им на объяснение, тоже, вебшат, то, что, то, что Мидрэш и Мидрэш, и Мидрэш, то, что у них был штут, у них был тупость, то, что у них они не делали, тупость. Говорят наши пудрецы, должен эта тупость зайти через что-то. И когда они расслабились по словам на цимовложием, они расслабились в изучении Торы, это то, что привез им это все. Может быть, вот так объясним. Но как бы ни было, говорить нам прямо словом, цимовложием и Мидрэш, мы видим, то, что было влияние, и это расслабление именно на изучение Торы, это то, что привез им, то, что сейчас привез. Теперь, а что там произошло? Что там произошло? Говорится, то, что женщины, они, это рассказывается в Мидрэшах, это рассказывается в Масхасан-Найдрин, можете это посмотреть везде, это есть, в принципе, то, что женщины, они, медианские, медианские женщины, что они делали? Они брали, они брали, у них делали какие-то бараки, они делали такие места, да, и что они делали? Мужчины, когда приходили к ним, и мужчины, говорят, проходили, было как базар, было как базар. когда они проходили там, они проходили там, то наружу стояла старая женщина, старая женщина, и она говорила, о, сынок, приходи, посмотри, есть тут вещи, которые можешь купить, и так далее. Он дали, вот это, это, льняник, обеотежды, вот, посмотри, это, это все. Он говорит, да, да, он приходил, приходили мужчины туда, они говорят, да, если уже ты пришел, давай садись возле нас, вот тебе сейчас покажу, разные ткани, разные вещи, то все. Вдруг внутри, когда этот мужчина, уже еврейский человек, уже захотел, как бы, внутри, да, то, внутри уже, там уже была, молодая, девочка. Молодая, молодая, как бы, девочка. И, молодая девочка уже говорил, смотри, как же уникально, то, что, мы хотим с вами подружиться, мы с вами подружиться, давайте вместе, покушай что-то, возьми этот, почему вы разделяетесь от нас, мы хотим с вами быть вместе, но мы хотим быть вместе. Смотри, можете делать, выпить это вино, ты можешь именно покушать, это все было делано, как правильно, и так далее, давали им еду, давали им еду, и так далее. И когда им давали, как бы, вино, и наш Мудристот, тут именно вычеркивает, что, подчеркивает, что, тут, этот запрет на, нехошерное вино, еще не было, как бы, в силе, это было до того, как был запрет, нехошерного вина, и, и после того, как они разговаривали, как бы, таким образом, то, что? Что они сделали тогда? Что они сделали? Они говорили, давай будем отношения иметь, мужчина говорит, по нас, это Маасе. Они говорят, не, 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 если хочешь сделать Маасе, у меня есть вот тут, мой идол, их было под мишками, их не идолы. До того, как мы, если хочешь сделать, что мы делали, это дело, поклонись, делай то-то, а вот зару, и потом, можем иметь отношения. Можем иметь отношения. И в действительности, мужчины делали этот парк, они делали вот это действие, и они потом приходили к им на разврат. Сразу же, дорогие друзья, была большая чума, это вызвало, многих мужчин мы так затаскивали, так затаскивали. И Балпеор, дорогие друзья, что это было, это был ужас именно вещь, ужасная вещь. Рассказывает Маасе, как выглядело именно вот это Балпеор. Балпеор, это был Авода Зара, который не был, как все Абуд Азары. В всех Абуд Азарах, даже мыли уважать Абуд Азару, провести как этой жертве, или этот. Балпеор не было так. Балпеор давали особенную еду, давали им выпить новое вино, и человеку у него в животе революция, он себя плохо чувствовал, и он должен был бы, извините за выражение, вот так и было, он должен был бы делать на лице вот этого Абуд Азары нужды. Он тоже был бы делать нужды именно на этом Абуд Азаре. Абуд Азара было пренебрежение Абуд Азары, пренебрежение Абуд Азары. И это была Абуд Азара. Настолько, настолько, что мудрецы рассказывают нам универятную историю, что была женщина одна, которая, мне кажется, не была еврейка, то, что она сказала, что если она была, она болела, и когда она болела, она сказала, что если я выздоровлю, то я принесу жертвоприношение всем идолам. Так, она выздоровела, и она начала привести в семь жертвоприношения, всех служить и так далее. То-то момент она пришла именно к Балпеору. Когда она пришла к Балпеору, спросила, что это за дело Балпеор, объяснили ей, что это за дело Балпеор, как нужно делать и что нужно делать, она сказала, так унижительно, чтобы я делал это дело, лучше, говорю, возвратиться это Болезнь, которая у него была, чем делать вот это противное действие? Давайте дадим другой пример, который приводится тоже в наших мудрецах. Тоже самый Масаха Цанадрии. История, которая произошла с евреем. Рассказывается история о том, что один мужчина ходил в дороге с кем-то. И этот человек сказал то, что это была одна женщина, и сказал то, что я хочу зайти служить вот этому Аводазару. Аводазару именно Бал Пеор. Зашла, сделала как бы свои Аводазару, вышла, она говорит, сейчас меня тоже, подожди, я тоже зайду, буду делать Аводазару. Дорогие друзья, рассказывает нам Талмуд, то, что это вещь, которую мы сегодняшний день не можем понять, что это было. Но мы можем от этого взять невероятный урок, потому что Тора, как мы знаем, оно вечно, оно всегда релевентно на любое время, которое есть. Он делал действительности Аводазару и настолько опустил себя. Я сейчас просто не могу это сказать. Просто ужасно то, что как мудрецит это рассказывает. Он именно упал. Ужасно именно вещи, которые там, как он именно себя вел, именно с этим Аводазары. То, что те, которые были в этом, в этом их храме, Аводазарном храме, сказали ни одного человека, мы не видели, что он таким образом может служить идолом. Так может, он был евреем. Он настолько опустился, то, что он именно не только сделал свои нужды, он сел на него и, как же, ужасно, как видите, которое было. Просто невероятно именно, страшно. Мы видим то, что такой принадлежительный вещь, такой им новичка. Люди говорили, что это такое. Но люди приходили к этому. Мы с Божьей помощью еще придем к этому, что это значит. Но, возьми возражение чувства Пинхаса. Что происходит, дорогие друзья? Еврейский народ действительно согрешили. И говорится, медианские женщины, они не хотели иметь разврат. Они хотели привести к им идолам. Но к чему это началось? Да, давай приближаемся, да, мы будем вместе, мы же одинаковые. Что мы хотим? Мы не хотим с вами быть раздельно. Мы будем хотим быть так, как вы. Почему вы отделяетесь? И так далее, и так далее. И привез к этому, к чему? То, что они действительно, в конце концов, делали этих идолов. И, дорогие друзья, что мы знали? Эти все запреты, которые мудрецы делали, на все запрешенные вещи, что связано с вином и так далее, это все для того, чтобы не пришли именно к семейным связам, которые, в конечном итоге, приводит к идолопоконству. Идолопоконству. Хочешь делать эти отношения? Пожалуйста, сначала дели кечкой. Иди по-кадонински к этому идолоподозору. Дорогие друзья, рассказывают нам мудрецы, чтобы поняли число, столько евреев умерли в это время. Говорит творец то, что Моше, собирай судей. Собирай судей. И пусть суди, они будут судить всех, как бы, людей, которые делали этот баал пеор, которые делали, которые делали, и дал полковство. Да? Дал полковство. И будут убивать их. Будут убивать их. Ушебану говорит, как я могу узнать, кто делал? Творец говорит, не переживай. Я уберу аноним. Я уберу облако. И будет свететь солнце на того человека, который согрешил грех баал пеора. Пройдет это чудо. Я дам знать вам, кто именно согрешил. Дорогие друзья, в этом суде сидели 88 тысяч судей. Говорит нам раньше на этом месте, каждый из этих судей убивал двоих. Значит, умерло в этом ужасном именно событии, то, что произошло в все время, около сто семьдесят шесть тысяч людей. И творец говорит, на этом остановится мой ярост над ними. И, в принципе, казалось бы, то, что все. В принципе, это заканчивается, это все. Но, дорогие друзья, на этом не закончился все. Сразу же, в этот же момент, если мы не заметим, если прочитаем в книгах, и это на самом деле не совсем ясно. История, которая приобретена один к другому, какой именно связь с этим друг с другом. Но наши мудрецы говорят, что тут были две именно события. Одно событие, это то, что мы сказали, и в действительности ярост творца должен был бы сейчас вернуться. И после этого сразу же Тора переходит на историю, которая произошла с Зимри. Зимри. Что произошло с Зимри? Колено Шимона. Они пришли перед ихним вождем, который был тоже Насы, который был вождем, глава их колена. И сказали то, что Шимон этого Земри, да, как ты можешь сидеть сейчас? И твоего колена они судят, Мошир Аббену судит, и другие колена они судят твоего колена, и ты просто так сидишь? А все наши мудрецы, то, что они хотели ему сказать, то, что смотри, тебе не выбрали, смотри, что-то гасило Лошонары. Сказали, смотри, тебе не выбрали, ты, они все, говори, судят, всех, да, всех евреев и так далее, ты такой важный человек, ты носи и так далее, и тебе даже не позволили, чтобы ты можешь судить. Делай что-то! Что делает Земля, дорогие друзья? Говорит нам, мудрецы, в Мазарет Сан-Най-Трин, и так есть, везде, это разбросано, как бы, это история, как бы, везде одинаково, то, что Земля идет к одной женщине, медианский, говорит, то, что имей со мной отношение. И она говорит, нет, я говорю, дочка короля, мой отец сказал, что имей отношение только с вождями, с великими людьми, потому что ты дочка короля, тебе не подобается просто так. Видимо, настолько было ненавистики евреям, то, что они отдавали даже своих дочерей, чтобы развратить еврейский народ, дорогие друзья. Потому что они знали то, что творец ненавидит, когда есть разврат в еврейском народе. А столько было ненависть к еврейскому народу, еврейскому народу. Она говорит, он говорит, земли, говорит, вождь, ты имеешь в виду, Моше? Я говорю, вождь, чем Моше. Моше, он третий из 12 братьев. Как мы знаем, у Якова в войну было 12 детей. Первый брат был, первый сын был Рувен, потом Шимон, потом Леви. Он говорит, третий, он из колена Леви. Я из второго колена, я из колена Шимона. Он говорит, вождь своего колена, он носи. Я тоже говорю, носи моего колена, я тоже говорит, вождь моего колена. Так я намного больше, чем он. Написано на наших мудрецах, берет зимри, за волосами эту девочку и берет перед Моше. Говорит, Моше, и говорит, можно мне эту женщину или нет? А он говорит, Моше Рабейну, сразу же говорит, говорит, говорит зимри, если скажешь, что мне нельзя, а каким образом тебе медианская жена, дочка Итро, было разрешено? Она же тоже с медианой. Она же тоже с медианой. Как же тогда ты можешь иметь с ней отношения? Дорогие друзья, написано в этот момент начали в риск народу плакать. Моше Рабейну забыл Галаху, Моше Рабейну забыл закон, что он должен был бы ответить. И действительно берет зимри, идет и делает отношения. В этот момент рассказывается то, что Тора прямо говорит, что Пинхас приходит к Моше Рабейну и говорит, Моше, разве ты нас не учил, что Коля Бойла Рами, каждый человек, который имеет отношения таким образом с армейской женщиной, он получает наказание смерти Коля Канаи, погибло, то, что Канаи, которые есть, скажем так, видят, хотят отомстить, брать месть Творца, они могут пойти просто убивать, даже без суда, без ничего. Если был бы суд, нельзя было делать. Говорим, может Канаи, у кого есть ярость Творца в своем сердце, он чувствует эту ярость, он может пойти убивать. Моше Рабейну сказал такое выражение, тот, кто получил именно письмо, ты можешь прочитать это письмо, иди и делай это шлифу, ты сам делай вот это послание, которое ты сейчас прочитал, которое ты сейчас мог. Мудрецы говорят, что это было сверху, именно таким образом, что Моше Рабейну должен был забыть этот закон, и Пинхас должен был бы пойти, и он должен был бы делать это, чтобы в конце он получил вот эту большую награду, которую в конце он получил, коинство, и так далее. Дорогие друзья, что происходит? Идет Пинхас, он полностью в ярости берет свой меч, и он спрятал, чтобы колено Шимона не заметило это все, чтобы не заметили. Идет в шатре, где лохотя Шимон, где Зимри и Козби, Козби Бацур, и где они имеют отношение, он говорит, что они хотели отпускать его. Говорит, почему? Я хочу зайти туда, не выйти, то, что он не хочет им навредить, и так далее, там разное мнение, что он сказал им, он заходит через умные вещи, то, что он сказал им, и заходит внутрь. Дорогие друзья, Пинхас берет и убивает просто, это слово, кроме сказок, как Митроши, все обознают чудесным образом Козби и убивает чудесным образом, дорогие друзья. Рассказывается, что в этот момент, в этот момент произошло 12 чудес, дорогие друзья. 12 чудес произошло с Пинхасом. То, что он мог, он был в состоянии через свой меч воткнуть именно в них обоих, когда они имели именно отношения. Мы хотим просто перечислить эти вещи, которые мне кажется неизвестны, это вы можете посмотреть, Юнта Бенузея, Кемора Просе рассказывает, но Митроши рассказывает более тщательно, что там в действительности произошло. Первая вещь, то, что произошло, там, они должны были разъединиться, но Малах спустился в этом мире и их соединил вместе. Даже их, Пинхас, он таким чудесным образом мог воткнуть их в обоих вместе, когда во время отношений, когда они имели вместе, то, что они должны были разделиться, но нет, они были соединены. второе чудо раз, закрыл уста, ангел спустился и закрыл уста, чтобы они не кричали. Третье чудо, которое произошло с Пинхасом, он делал таким образом, произошло чудо, то, что меч прошел в насквозь именно живот, от ее живота, чтобы видно было как они именно соединены вместе, как именно они имеют отношение именно вместе. Четвертый, что меч, произошло чудо, то, что меч продвинулся, чтобы он мог был в состоянии воткнуть в обоих. Представляете, чудеса за чудесами. Пятое чудо, говорит в Мидраж, была сила у Пинхаса, чтобы держать это все, чтобы он мог поднять обоих. Шестое чудо, что он дал именно дерево, где он держится это все, меч, чтобы он мог держать это, два человека держать в одном мече, тоже говорит чудо. Седьмое говорит чудо, лоничпе, то, что они не упали, то, что они были на этом, на этом месте, на этом, на этом, на этом мече. Восьмое чудо, «Авханам Аллах беру шаромах китикнал лирот канунам лакол», то, что перевернул ангел беру шаромах в, как бы, во главе, в мече, китикнал лирот канунам лакол, чтобы увидеть их, как бы, стыд, как бы, перед людьми, да. Девятый, что крогори не упало от них на руке пинхаса, представляете, какие вещи на происходит, чтобы, да, разного варианта, почему, чтобы не стал нечистым и так далее, но, чудо, десятый, то, что творец сохранил, шашамара, который проходит, рухотэм, шалайямуту, вайтаму, чтобы творец не убивал все это время, когда они были на мече, чтобы пинхас не стал нечистым. Одиннадцатый чудо, он поднял, говорит ангел двери, чтобы пинхас мог бы вытащить их, поднял говорит двери, чтобы он мог вытащить их обоих, и что пинхас не должен был бы погнуться, он мог бы вытащить прямым, выпрыгнутым образом. И двенадцатый, к шеятцам, дубни, шевтоли, вклабо, когда они вышли, колено Шимона хотели убивать, сделать, навредить Шимона, и спустил, заговорит ангел, и он ударил, говорит всех. Когда пинхас увидел то, что они хотели, мама, люди умирали, умирали, произошла именно вторая чума, вторая чума, и сколько евреев забыли, это важный момент, то, что они забрали, он забрал двадцать четыре тысячи, есть разное мнение, или были только евреи, и только своего колена, или тоже были другие, тоже евреи, 24 тысячи евреев. И все эти люди, произошло как бы, ма-ге-фа, произошло как бы, еще одна мор, да, и когда пинхас увидел то, что происходит такая вещь, хаватам бакарка, он ударил их, говорит, на земле, ве-амат, и он начал, говорит, молиться, и вестилько, и этим, говорит, закончился, и в этом, как бы, море, то, что произошло, произошло, умерли двадцать четыре тысячи евреев. И этим, то, что пинхас мог, получается, делать это освящение имя Творца, то, что есть закон, человек, который имеет отношение, кольпуэля рамит, который имеет отношение, в этот же момент человек может пойти убивать, да, это невероятная вещь, только человек, который не может, сейчас, ой, я хочу убивать просто так, потому что у меня есть злость, или что такое, который по правде, и в действительности, делал во имя Творца, чтобы не было тут оскверения, имея Всевышнего, сегодняшний день у нас нет такого, конечно, и в этот момент, когда они имели именно отношение, настолько, настолько, тоже мудрецы говорят, если бы они минуту до этого разделились бы, пихас был бы обязан смерти, если они, не было бы видно, то, что он мамаш убил их тогда, они были соединены, и все, не было бы это видно, пихас там мог бы умереть, говорит нам, там уже мудрецы, смотри, говоря, что такое, Nineveh говорит, разврата, ради одного еврея, смотрите, дорогие друзья, первый мор, который был, это был, чума была, они умерли, столько уже, смотри, чисто, сколько умерло, 24 тысячи евреев умерли, ради одного, разврата, который был прелюден, ради одного еврея, который был прелюден, как бы разврат, произошла вот эта страшная вещь, то, что 24 тысячи людей умрали. И Творец на это говорит, что Пинхас, поскольку ты вернул мою ярость, которую ты должен был делать, то ярость, которую я должен был делать, ты делал это все, и ты делал, чтобы не было сквернениями от Творца, я даю тебе коинство. Почему он дает ему коинство? Потому что Пинхас, есть такой закон, что когда Ашемс Творец сказал, то, что ты должен был делать помазанник, должен помазать своего брата Ахрона и всех его потомков, которые были, то Пинхас в это время был маленьким, по одной из мнений. Вот в это время он был маленьким, он не мог бы быть помазанным. И тогда, как и только стали коинами, только те люди, которые были тогда, были в состоянии быть помазанниками. Это значит Ахарон, это значит Эль-Эл-Азар, да, в Авиуте, которые были взрослыми. Пинхас в это время, он являлся внуком, кого он внуком Ахрона, и он был маленьким. Из-за этого он не мог быть помазанным. Из-за этого действия Творец дает ему особенную вещь, брить шалом, союз навеки, и это союз, который никогда не останавливается. Пинх, и как мы знаем, Эль-Эл-Анавиде сегодняшнего дня, он как бы поднялся в живых, как бы наверху, и приходит, и спасает еврейский народ. И он делает именно шалом, перед приходом Ашьяха, он придет, тот, кто будет сообщить нам вести про прихода Ашьяха, в нашем времени. Это Пинхас, Пинхас в Ильяу. И благодаря именно вот этому именно действию. Получается, тут мы видим две вещи. Одно действие, это было, это издалбил полковство, другая вещь, это произошло с этим узлачным вещем, то, что было Пар-Пеор, то, что было с с этим 24 тысячами, как бы, евреям. Одно действие, это было разврат, другое действие, это было что? Это было и дал по концу то, что делал еврейский народ. Теперь. Мы, как мы сейчас объясним, дорогие друзья, казалось бы, эти две разные вещи, казалось бы, то, что это, в принципе, две разные вещи, и так, в принципе, объясняют многие наши комментаторы. Но мы хотим возвращаться к нашему вопросу, который мы задали вначале. В чем суть Пар-Пеора, дорогие друзья? В чем суть? В чем суть? Что-то вообще происходит, что это такое Пар-Пеор? Какое есть наслаждение у человека пойти делать это дело? Да, у нас нету сегодняшний день, но все наши мудрости занимаются этими ма-иньян, ма-зэ. Что это такое? Есть страст пойти делать такую вещь, делать свои нужды на Пар-Пеор, на его лице, это лицо, которое было, и на его лице делалось такие страшные вещи. И как мы видим, у евреев была такая именно страсть. И они уходят и делают именно это дело. Пар-Пар-Пар-Им. Как можно это все понять? Дорогие друзья, Равхайм Шулевич, он говорит нам, что да, в действительности, казалось бы, то, что это две разные вещи. Было действие идолплаконства и было действие что? Было действие разврата. И мы говорим, что Бал-Пеор тут произошло, Бал-Пеор умерли столько, сто семьдесят тысяч евреев по расчетам, то, что раньше тут говорили. И Мош-Рабейну был похоронен перед этим до сегодняшнего дня, если мы понимаем, что это значит, Мош-Рабейну не нашли лучшего места, чтобы похоронить Мош-Рабейну. Нет, против Бал-Пеор, чтобы любой момент когда поднимется греховый Бал-Пеора, то, что еврейский народ делал, поднимется заслуги Мош-Рабейну. Столько страшно, и еврейский народ так убегает от этого, бежит и хотят этого. Говорит нам Рамхам Шулеевич то, что идея на самом деле в идолпоконстве и разврате, который находится возле друг друга в нашей неделе в голове, дорогие друзья, у них есть один корень. Корень заключается в том, то, что прорвать ограничения. Прорвать ограничения. Балак пришел, извините, Бель-Ам пришел и прорвал ограничения, которое было с развратом. И Бал-Пеор, когда мы задумаемся и посмотрим, что это такое Бал-Пеор, мы видим, что это Бал-Пеор. Это значит, обычная, любая вода Зара, это дать уважение к чему-то высшему. А тут, дорогие друзья, приходит полностью абсурдно наоборот. Полный неуважения к чему-то другому, к чему-то как бы высшему, к чему-то святому, потому что этим показывает полный, абсурдно я могу быть такой, как я хочу. Нету никакого ограничения в моей жизни. Это значит уничтожать, ломать все любые какие-либо моральные какие-то статусы, моральные какие-то ограничения, моральные какие-то вещи и полностью абсолютно показать, что я могу властвовать абсолютно на всеми и никто абсолютно не дал властвовать именно надо мной. А вот Азара, что это идол? Это божественное что-то. И он говорит, ты настолько ничего не стоишь, настолько я могу прембрежительно относиться настолько ужасно, настолько ужасно, этим я показываю, что я настолько важный, что настолько это то, что ничего абсолютно не ставит коврой важнее, чем я. Что я могу прорваться на сквозь абсолютно всего. И ничего и никто не держит абсолютно меня. И я могу вести себя как? Пренебрежать настолько, именно даже настолько. Настолько то, что делать, кушать, чтобы на него абсолютно делать, полные абсолютно нужды, чтобы этим показать что? Другими словами, что это значит, если задумаемся это есть? Что я настолько сильный, настолько это важный, у меня никакие ограничения нету. Я хочу в этом месте прочувствовать, что нету и ничего не держит меня, нет у меня никаких ограничений. И это был Бал Пекор, дорогие друзья. Гаврина Амрухам Шмулевич, мой дорогой еврей, знает, оба вещи, которые мы сейчас только что упомянули, они связаны друг с другом. Первая вещь это что? Это разврат. То, что еврейский народ находится вместе с Бал Пеорами, как видели, откуда это все вышло. Вышла битва Тора, они начали не совсем изучение как бы Торы. У них не было зашита изучения Торы. Вызвало что, дорогие друзья? Это прорвание, маленький, на что? Против ограничений. Ограничений чего? Что мы говорим ограничений? Что мы называем ограничений? В мире простом ограничений то, что приходит от дома. Или есть, или нету. У нас у евреев, дорогие друзья, у нас есть ограничений 613 заповедей. 613 заповедей, которые ограничивают человека, чтобы человек мог расти. Человек думает сегодняшний день, чтобы мне быть большим, чтобы я был большим, уважительным и важным и так далее, чем я меньше подчинен к чему-то, чем я важнее, чем я хороший. Тора говорит, мой дорогой, как раз один наоборот, чтоб ты стал хорошим, чтоб мы и каждый из нас были хорошими и мы в действительности проявили наши правильные и правдивые качества. Эмес, который есть, правдивость, которая лежит в нас. Мы хотим это проявить в тот момент, когда у нас есть ограничения. Это как маленький сад, который мы хотим его защитить, который мы не хотим, чтобы никакие вещи на него не навредили. Как мы хотим наши детям, чтобы никто ничего не навредил. То же самое этот. Мы должны сам себя ограничивать этими вещами для наших, чтобы наши внутренние качества не ломались, чтобы не произошло вирус у нас. Можно так сказать. Когда есть вирус, компьютеры все ломаются, все уходят, с ума сходят. То же самое для того, чтобы рост человек нормальный. Для этого же нужно поливать его в этом ограниченном месте. Ты не можешь наливать через много воды на этом, цветке, потому что он ничего не выйдет. Мало тоже нет. Он должен быть ограничен, и не можешь поставить большое место. Ему нужно ограниченное место. Чем ты ограничиваешь его, чем у него есть тот потенциал, тот хорошее качество, которое может выйти. Это из 613 заповедей, которые у нас есть. Приходит нам Тора и говорит, еврейский народ первый делал прорыв на что? Разврат. Они делали прорыв через разврат, значит, это дверь к Ецараре. Дверь к Ецараре. Говорит нам Жабхан Шевулемич, мой дорогой еврей, это то, что привез на второй шаг к идолополконству. Один шаг, это значит, что это уже будет длиться. Это идёт один за другим. Один за другим. Это вызывает к чему? То, что вызывает, конечно, в итоге то, что абсолютно потерять все моральные и какие-либо ограничения, которые есть в человеке. И это то, что жаждует, в принципе, человек, и то, что мы видим в сегодняшний день. Ни один человек, посмотри сегодня на улице, посмотрим, что это. Никто не хочет ограничения. не ограничения. И думает, что да, ограничения это мне плохо. Из-за этого выглядим, как мы выглядим. Где эти депрессии, откуда все эти проблемы, откуда все эти морали, психологические, физические, все эти вещи, откуда выходим. Товарищ сказал, мой дорогой, я тебя создал прямым, и ты ищешь разных именно путей. Если я сказал, так ты будешь жить, так будет тебе хорошо. Но что? Мы хотим и думаем, и в этом, мы сейчас зайдём в это, это уже политический момент, я не хочу в этом зайти. Откуда все это берёт себе корень? Но, мы видим это всё в сегодняшнем поколении. Чем мы дальше идём, чем ломается моральные вещи. И чем мы дальше идём, тем нам кажется, мабая, в чём проблема. Дорогие друзья, картинки, видео, можете посмотреть самое, что мне вам рассказывать. Видео, которое сняли, это было в Америке, 1900, 1800, в 99-ом году. Как выглядела? Страшно, как бы, на уроке тоже сказалось такое, но, посмотрите просто, это, уникальный, женский пляж. Мне кажется, в Америке это было. Люди на пляже, дорогие друзья, одеты в полном одежде. Понимаешь, женщины одеты, головной убор и так далее, в шляпах, полная одежда, вот так. Они ходили в зонтиках, чтобы, если какой-то мужчина придёт, чтобы они могли закрываться. Заходили в маленьких будках, и они так, как бы, не знаю, что они там. Дорогие друзья, было, абсолютно что, другое понятие. Всё лишь сто лет тому назад, я не говорю, там, люди, но что, чем дальше идёт, человечество ломает этих прав. Идёт, 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 ломается, 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 и нам кажется, что это нормально. Это то, что говорит нам Тора, говорит, это, мой дорогой, что это Балпиор. Балпиор ломает все границы. Границы, чтобы человек, ничего абсолютно не чувствовал в себе, что кто-то и что-то ограничивает. Ничего абсолютно не ограничивает. И сегодняшний мир, БЛЦ, подумаем, этому и тянется, этому и хочется. Когда хочет, как это организация, что-то именно избрать. Что вы, народ, хотите? Что, как вас угодить? Как вам разрешить эти вещи? Что вы можете сказать нам, как вождям? Как нам вести вас? Понимаете? Что ваши желания? Что ваши страсти? Мы еще развратим. Мы еще проведем вещи изменно страшные на образе. И это ответ на самом деле на наш первый вопрос. В 10-15 лет мы задаем вопрос. Почему он на нас? У нас в 10 лет, 15 лет тому назад эти вещи казалось бы странным, ужасным, что вот такие вещи, моральные вещи, элементарные вещи. Все же это нормально кажется. Именно из-за этого, дорогие друзья, есть сила в человеке, он не хочет быть ограничен. Сила Балпеора, о которой мы сейчас сказали только что. Балпеор, он не хочет видеть в себе ограничений. И приходит Ора и говорит, мой дорогой еврей, знай то, что ограничения для кого же? Для тебя, для нас. Для нас эти ограничения. И ограничения что? Это не хас вишалом, а определенная вещь, в которой тебе что-то в еврействе запрещено. Мы уже неоднократно упомянули, еврейство единственная религия, которой ни один вещь нету на этом свете, которую запрещают полностью. Еврейство направляет любой человеческой силой направление направления. Жена, первая митсва, размножайся, правильное направление. Кушай, кушай кошерный, направляй красиво, здорово кушай, питайся хорошо. Отдохни один раз в неделю, мой друг, отдохни. Отдохни. Скромность. Это все вещи, дорогие друзья. Тфили надевай. Ради тебя же. Ради кого? Для меня? Для тебя же. 5 минут изучения Тора. Для кого? Для тебя же изучение Тора. Чтобы сохраниться в этом мире, провести все испытания. Изучай Тору. Проводи. Дайте таку. Помогай друзьям. Помоги другим. Для кого же? Для нас. Это все 613 заповедей, которые дают нам ограничения. И мы заметим, эта идея идет, дорогие друзья, насквозь всей Торы. Тора. И мы закончим идею, которую мы помянули, мне кажется, до этого, про... Тора разрешает в один из месяцев, что это еврейский народ идет на войну, им кажется, еще и Фатор. Человек идет и смотрит красивую женщину. И он хочет на нее, не еврейка, хочет на нее пожениться. Им кажется, что да. И Тора говорит, Песедр, знаешь что, тебе понравилось, ты был на войне, ты не был возле твоей семьи, тебе было действительно тяжело, привези эту девочку, пусть она будет в уголке сидеть, она будет отращивать свои ногти, будет отращивать свои волосы, она будет неприятно. И если после этого тебе захочется она, можешь жениться. Тора разрешает жениться она. Как это может быть? Говорит наш мудрец, да. Противица раяшем разговаривает. Что да. Противица раяшем разговаривает? То, что если бы я тебе сейчас не разрешу, я понимаю, настолько у тебя страшные царара. Я знаю, и знаю то, что если ты перейдешь именно через границу, и будешь ломать именно законы Торы, не дай Бог, это может привести именно к ужасным вещам. Один вызывает к другому. Ну что, знай, я понимаю тебя, в этом еще я не могу ожидать, что ты будешь соблюдать мои заповеди сто процентов. Но в этом еще я тебе даю разрешение. Но в других вещах, если я тебя что-то ожидаю, ты знаешь, что ты можешь этого выдержать. Все эти 613 заповеди было дано, что мы да в состоянии выдержать. Нет. Любая вещь. Любая вещь. Потихонечку понятно. Но что мы да в состоянии этого делаем. Дай Бог, что мы всегда заметили, БМЭТ, это большое именно испытание нашего поколения, дорогие друзья, в наших детях. Когда видишь чужих детях везде, больно на сердце слушать. Иногда такие истории именно слышится, которые 10-15, я не говорю уже в прошлом поколении, казалось бы, это люди за это не знают, что вы делали без своим детям, что вы делали без своим... Ужасные вещи слышишь? Почему? Это то поколение, в котором мы живем. Это то поколение, которое ломается все моральными, моральными, на принципе, идет БАЛ ПЕОР. Больше, 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 дорогие друзья. Наша задача, как родители, как мы, приваты, наши люди, что мы не ломали все эти вещи. Когда происходит что-то не так, мы понимали, это зло, это плохо. Мне сказали то, что да, да, это беседы, все делают так, что сейчас, что ты хочешь от нас? Весь мир идет так. Идет так, но ты не должен быть таким. Ты не должен быть таким. Мы, как евреи, мы должны всегда держать наши морали, в принципе, всегда очень четко и ясно, и сильно, 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 сильно держать. Извините, мне кажется, там мне выкинул мой этот, но давайте закончим этим, дорогие друзья. невероятная вещь. Мы знали, живой, эти принципы, они будут ломаться. Мир тянется к этому. Ломается больше и больше эти вещи. Но что? Наша задача держать очень сильно. Держаться в наших детях эти моральные принципы. Давайте сильно, сильно, сильно в них внутрить. И дай Бог, чтобы в нас, в наших детях, в окружающем мире в принципе, торы всегда были на алиф-бет, именно самыми, именно первыми. Самыми на первую очередь, чтобы было без врача. Этим образом, дай Бог, удостоверили все большой, большой... А, слыхаю, извините. Я говорил то, что мы сейчас видим, как мир именно тянется на неправильное направление. Мы сейчас видим бар пеор. Все эти вещи ограничены, мы видим. И благословение наших желаний будет с Божьей помощью, чтобы мы держались сильно, мы в наших семьях, мы в наших близких в мире, мы в наших миров, приватных в наших жизни, чтобы удостоились без врата шеем, держаться чрезмерно сильно, чтобы иммуна, чтобы наша вера и наши заповеди всегда были нашим ограниченным и нашим путеводителем нашей жизни. Это только дает нам счастье, дорогие друзья. Всегда даула и всегда даст. Дай Бог, чтобы было много благословения и много счастья возврата в наших семьях 10 мая, и чтобы мы всегда радовались нашими фруктами, когда мы в наших детях и в нас дадим с Божьей помощью правильные ценности, ценности Торы, здоровые ценности, чтобы мы всегда видели большие фрукты от нас, от наших детей, наших мужей, жен, окружающего мира. Аминь, киньи рацион. Аминь. 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 Аминь.